Добрый день, мои дорогие подписчики, а также гости моего канала. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. В этом видео мне хотелось бы поговорить с вами о том, что же нас всех ждет в декабре 2018 года, независимо от того, какой знак зодиака у нас, и как нам следует действовать, чтобы мы прожили этот месяц в гармонии с планетами. Мы все с вами, дорогие, подходим к самому порогу Нового года. Это волшебный период, поэтому постараемся проанализировать то, что мы уже прошли в этом году, и давайте сделаем свои выводы. Для многих из нас 2018 год был непростым годом. Юпитер в знаке Скорпиона высветил именно то, чего мы с вами боялись и от чего мы прятались. А пара Сатурн и Плутон в знаке Козерога очень многим из нас дали свои сложные уроки. И вот в конце декабря я постараюсь сделать для вас гороскопы на следующий 2019 год. Вы уже знаете, мои дорогие подписчики, что я стараюсь для вас делать подробные гороскопы. Но если рассказывать все, что ожидает вас в этом месяце, то эти гороскопы, они могут затянуться еще минимум на полчаса. Поэтому в этом видео будет информация, которая касается всех знаков зодиака. Итак, декабрь не будет слишком напряженным для нас, за исключением первой недели месяца, когда Солнце будет делать несколько напряженных аспектов. Нептун и Марс, вот эта пара, могут дать нам с вами эмоции. А Солнце может еще все это подогреть. И это будет в даты, дорогие мои, с 1 по 8 декабря 2018 года. Поэтому запоминаем эти дни, когда мы должны быть особо внимательными ко всему, что будет с нами происходить. Марс в этом месяце будет идти по знаку Рыб. И для деловых персон, для активных персон – это не самое лучшее время для того, чтобы сейчас разворачивать какую-то большую деятельность. Если она каким-то образом не будет связана с водными ресурсами, это алкоголь и что-то такое. Вот самыми опасными днями декабря можно назвать с 1 по 3 декабря, когда Марс будет очень напряженным. В эти дни особо активно могут себя проявлять те, кто ведут какие-то нечестные игры, либо хотят принести вред другим людям. В эти даты будьте особо внимательны. В эти дни может возрасти число ограблений, других преступлений, а также могут случаться аварии на дороге. И лучше в эти дни, конечно же, не провоцировать преступников на их действия, не ходите сами по темным улицам, не бывайте в местах большого скопления народа и, конечно же, передвигаемся преимущественно пешком, а не на транспорте. Также в это время имеется риск пожаров. Итак, что же нельзя делать в эти дни? Не начинайте новые дела, потому что они обязательно встретят какие-то странные необъяснимые препятствия. Не верим малознакомым людям, не доверяем свои деньги, не покупаем у сомнительных продавцов покупки. Также это покупки по интернету. Ну а также очень большой риск столкновения с мошенниками. Не переходим на новую работу в это время, не приступаем к новым обязанностям на своей работе, а также не подписываем важные документы и не оформляем эти документы, не заключаем брак. И обязательно обратите внимание все на то, что с вами будет происходить в период нахождения Меркурия в знаке Скорпиона. Это первые две недели декабря. Вот в эти дни вероятен возврат к каким-то делам, которые вы не завершили. Или начинали в период с 29 октября по 1 ноября 2018 года. Вот эти вопросы легко можно будет решить в первой половине декабря. Занимайтесь этим, если что-то осталось незавершенным или вам нужно что-то переделать. В это время у многих из нас может снова появиться желание докопаться до истины, разгадать тайны, найти ответы на старые вопросы. И с 7 по 10 декабря, пожалуйста, при любом деле учитывайте ретроградность, учитывайте статичность Меркурия, чтобы не было потом досадных недоразумений. Например, лучше вообще в это время отложить какие-то походы по магазинам. И особенно покупки по интернету. Ну а после 10 декабря Меркурий начнет набирать скорость, а значит он даст нам всем с вами больше возможностей для торговли, для оформления документов и для поездок. Надо дождаться этого времени. Планета любви, Венера. В декабре будет идти по знаку Скорпиона, а это, дорогие мои, усилит страсти, усилит потребность в более близких эмоциональных связях. И многих из нас может тянуть на приключения в это время. Конечно, поэтому повышается вероятность связей на стороне. И хотя Венера, она не будет в декабре делать каких-то напряженных аспектов, все-таки не расслабляемся. Потому что личная жизнь в это время может все же пройти некоторую трансформацию. Вы можете сейчас увидеть своих партнеров совершенно другими глазами. Этот месяц хорош для исправления ошибок, которые вы совершили в ваших отношениях. Очень велики шансы влюбиться, особенно ближе к 21 декабря, когда Венера будет делать позитивный аспект с Нептуном. Итак, с 13 по 16 декабря эти дни сложные. В эти дни нам будет сложнее открыться, сложнее показать, что мы чувствуем. Наши чувства в наших отношениях могут проверяться на прочность, а некоторые люди могут принять какие-то важные для себя решения в связи с развитием отношений. Это очень хорошее время, чтобы сейчас вы разобрались со своими чувствами. А если вы получите от партнера предложение в эти дни, то будьте уверены, что это предложение очень серьезное, и что партнер имеет серьезные намерения. С 18 по 21 декабря эти дни, когда у нас повысится потребность в сильных чувствах, в переживаниях. Вот это период, когда мы можем завести новые знакомства, когда мы можем влюбиться. И если у вас уже есть отношения, то очень хорошо в это время радовать своих партнерам, например, какими-то приятными сюрпризами, или просто хотя бы проявите больше заботы, больше нежности в отношениях. Очень хорошие дни для признаний в любви, особенно если вы не решались сделать это раньше. Что касается финанса в декабре, то в декабре Венера, она еще и планета денег, будет находиться в Скорпионе. А это, конечно же, подразумевает возможности для капиталовложений, для того, чтобы использовать какие-то чужие деньги, чужие ресурсы, и для заработка в паре с вашими партнерами. Партнеры в декабре вам могут помочь в ваших заработках, в ваших доходах, поэтому в это время очень хорошо работать в паре. Тогда у вас и денег будет намного больше. И так как у Венеры в декабре не будет никаких негативных аспектов, то риски денежных потерь снизятся в декабре. Особенно это касается второй половины декабря. Первая треть месяца декабря, она не слишком подходит для покупок. Это время, когда могут быть обманы, недоразумения, или вы можете приобрести брак. Очень большие риски в это время купить что-то не то, что вы хотели. Поэтому по возможности отправляемся за покупками после 9-10 декабря. К тому же, ретроградный Меркурий еще может привлечь ситуации, когда товар нам придется возвращать или обменивать. Будьте внимательнее! Чтобы сделать хорошие покупки, не ходите за ними при ретроградном Меркурии. Дожидаемся дни, когда Луна будет убывать. А это самые лучшие дни с 23 по 31 декабря. Вот именно в эти дни очень большая вероятность, что мы можем купить что-то очень хорошее и с хорошими скидками. И не опасайтесь, что все хорошее уже раскупят перед Новым Годом. Обычно ведь товары завозят много, что весь товар невозможно распродать даже при очень большом спросе. Что касается путешествий, дорогие мои, в декабре, то в декабре планета путешествий, Юпитер, будет очень гармонично двигаться по сильному для нее знаку Стрельца. И здесь не будет каких-то негативных аспектов. Это очень хорошее время для начала путешествий, особенно ближе к 21 декабря, когда Юпитер соединится с Меркурием. Во второй половине декабря очень хорошо отправляться в путешествие. Вам будет легче заводить новые связи, легче знакомиться и вообще будет легче договориться о чем-то, потому что люди, они будут более открыты и активны для всего нового. И Новый Год можно тоже встретить и отправляться в путешествие. Но вот лучше начинать это путешествие, например, 21 или 23 декабря или до этого времени, так как с 24 по 25 декабря лучше не начинать путешествие, потому что приближается негативный аспект Нептуна и Меркурия. И вот это может всем нам дать какие-то дополнительные неудобства в дорогах. Тут могут быть и обманы, и кражи, потери. Будьте внимательны. Что касается нашего здоровья в декабре, то в декабре наибольшее число негативных аспектов будет иметь Нептун, который сейчас достаточно силен и также он достаточно активен. Нептун в декабре будет давать негативные аспекты Солнцем, Марсом и Меркурием. И уже в первых числах декабря возрастает опасность от огня и воды, мы говорили об этом, и есть риски ожогов и других бытовых травм. Обстановка в обществе может быть более накаленной. Могут быть ссоры, разногласия между людьми. И они могут вспыхивать довольно-таки часто. Если есть такая возможность, то не общайтесь вообще в первые три дня декабря с людьми, которые вам неприятны. Не стоит обижаться на какие-то замечания в вашу сторону, на какие-то критические заметки. Сейчас любая ссора, которая будет иметь место в это время, может оставить очень глубокий след и не принесет вам ничего хорошего, поверьте. Опасайтесь в декабре горячей воды, пара и вообще любых ядов, химикатов, а все сильные лекарства принимайте только под наблюдением врача, чтобы вовремя принять меры против побочных эффектов. Алкоголь в декабре принесет только вред и только проблемы, особенно в первые дни декабря. Обиды и ссоры также могут быть в конце месяца. Это с 23 по 25 декабря. Но главным образом эти ссоры и обиды могут быть из-за каких-то недоразумений или обманов. Вообще в эти дни не стоит никому доверять. Есть риск денежных потерь или каких-то неудачных покупок. И, конечно же, не злоупотребляем спиртным, а лучше, конечно, вообще исключить его, если это возможно. Ну а если нет, то тщательно все-таки продумывайте любые действия. Помните, что во всем надо знать меру. И, конечно же, учитываем все возможные проблемы, прежде чем начинаем что-то делать в декабре. Не перекладывайте, пожалуйста, в декабре на других те дела, которые вы можете сделать самостоятельно. И больше, дорогие мои, передвигайтесь пешком. Итак, подводим итог. Декабрь – хороший месяц для признаний в любви, для предложений руки и сердца, для начала каких-то учебных программ, семинаров, для поезда к заграницу, для изучения иностранного языка – прекрасный период, для пересмотра старых дел, для их завершения, также для раздачи любых долгов. Хороший месяц для занятия психологией, для того, чтобы сейчас на практике вы начали применять какие-то свои оккультные знания. Ну а что плохо делать в этом месяце, то плохо рисковать своим здоровьем любыми способами. Не работаем с огнем или горячей водой по возможности. А если нет такой возможности, то, конечно же, соблюдаем технику безопасности, не доверяем малознакомым людям, не делаем покупки у непроверенных продавцов, особенно по интернету или в каких-то новых магазинах. И, конечно же, дорогие мои, не обманываем. Не нужно вести нечестную игру, потому что тут есть очень большой риск, что ваш обман очень скоро откроется. И в конце я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Всего вам самого наилучшего. И, конечно же, берегите, пожалуйста, и себя, и своих близких. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok